Так, следующее видео называется «Диктатура Франка. Фашистский режим, переживший Гитлера и Муссолини». Ну, все потому, что Франциско не занимался ксенофобией, и даже евреев прятал у себя, которые бежали из Германии. Поэтому израильская историография в целом комплементарно относится к Франку и к его режиму. Ну, кстати, что-то похожее во взгляде Франка и Рудова. Считается, что фашизм и нацизм были побеждены в 45-м году. Страны оси потерпели военное поражение и были переустроены антигитлеровской коалицией. Но на самом западе Европы еще одно детище Гитлера и Муссолини, еще один профашистский режим и еще один участник антигитлеровской коалиции. «Подождите, а как же профашистский режим в Латинской Америке? А как же Португалия, Салазар и всякое такое? Почему только Франка, почему только Испания?» ...минтерновского пакта дожил аж до 1975 года. И, опять-таки, если мы говорим о тех режимах, которые коммунисты стигматизировали как фашистские режимы в Европе, то это, опять-таки, не только Франка, это, наверное, больше половины европейских режимов. И в первую очередь как раз вот Иосип Бростита, который был, в общем-то, сам коммунистом и союзником Советского Союза в борьбе против гитлеровской Германии. Просто потом у позднего Сталина с Тито испортились отношения, и советская пропаганда тоже начала говорить, что Тито — это фашист на самом деле. Вот, так что от коммунизма до фашизма полшага, как бы полшишечки, если у тебя портятся отношения с Советским Союзом. Поэтому я не понимаю, почему франкистский режим называется устами Рудова единственным фашистским режимом в Европе, который пережил Вторую мировую войну. То есть это методологически не так, даже если мы это рассматриваем с точки зрения самой коммунистической пропаганды. Как Испания, совершившая левый поворот, в итоге гражданской войны оказалась под властью Франка? Какова была внешняя и внутренняя политика ультраправых в Испании? И почему... Ну, строго говоря, именно потому, что она и совершила левый поворот. ...они смогли так долго удерживаться у власти. Об этом в сегодняшнем большом ролике. Поехали. А там будет про успехи экономические при позднем Франка? Хотя, наверное, это будет ближе к концу ролика только. Бля, старая наша любимая заставка. Это потому, что ролик старый или потому, что они поменяли Ленина, горящего в огне, адского пламени, назад на влагалище с кружками? Традиционное, странное написание буквы Д. Не знаю, старая заставка мне больше нравилась, чем Ленин, горящий в аду. Хотя Ленин, горящий в аду тоже неплохо. Испания с начала 20 века представляла собой по большей части аграрную страну с отсталой промышленностью. Испания даже к началу 30-х годов была этаким заповедником феодализма в Европе. С помещи, чем земля. Ну, вообще, Испания — это одна из тех стран, которая в значительно меньшей степени, нежели другие регионы континентальной Европы, подверглась римскому влиянию. Для владениям и прочими подобными прелестями. По крайней мере, так было принято считать в европейской историографии еще 19 века, что вот испанцы, они, короче, такие дикие. И вообще там арабское культурное генетическое влияние очень сильно. Хозяйство контролировали 2% земельных собственников, которые владели... Испания — это такое Северная Марокко. ...сорока семью процентами всех обрабатываемых земель страны, но вкладывали в свои хозяйства чуть больше, чем ничего. Рабочие страдали от отсутствия... Северная Марокко после реконкисты. ...каких-либо социальных гарантий, а национальные меньшинства — баски, каталонцы, галисийцы, составляющие более четверти населения... Свободу Каталонии. ...и Испании выступали против централизации внутренней политики Мадрида и требовали автономии. Двухпартийная система с чередованием консерваторов и либералов у власти, фальсификации выборов с обеих сторон не внушали перспектив для перемен в общественной жизни государства. Обе партии обещали... Ну, если обе стороны имеют возможность фальсифицировать выборы в свою пользу, ну, как минимум, это создает некий элемент соревновательности в политической системе. Гораздо хуже, когда у тебя просто партийная диктатура и все. Обещали народу провести экономические реформы для обеспечения модернизации страны. Но годы шли, а реформы оставались нереализованными, что приводило к частым сменам правительств, народным восстаниям и забастовкам. Экономическое положение страны изменилось во время Первой мировой войны, когда открывшиеся рынки сбыта позволяли в больших количествах экспортировать продукцию для... А почему Рудой не рассматривает более раннюю историю Испании? Что какие там были взлеты колоссальные? Там времена испанской армады, колонизации Месоамерики и Южной Америки. Огромное количество золота, которое было у испанской короны. Колонии, которые они имели в Европе, в частности Голландию и так далее. Почему все начинается с того, что Испания это аграрная какая-то отставая страна? ...военных нужд. То есть Испания, не ввязанная в военный конфликт, смогла приподняться на поставках продуктов и прочих товаров к воюющим сторонам. В короткие сроки были развиты угольная, металлургическая, химическая и текстильная промышленности. Однако... Ну да, это конечно не идет ни в какое сравнение с форсированной индустриализацией в целом ряде других стран. Но обратите внимание, это происходило без того, чтобы несколько миллионов человек просто взяли и умерли от голода. И без расстрела людей за политические анекдоты. Близкое окончание Первой мировой войны прервало экономический рост в стране. В результате сокращения экспорта последовала череда массового закрытия заводов и фабрик, увольнение рабочих и урезание заработных плат. Бизнес на войне закончился и весьма быстро. Дефицит... Ну это происходило не только в Испании в этот период, в справедливости ради. ...сытными стали даже еда и продукты первой необходимости. Впоследствии под общенациональным давлением рабочего движения были введены трудовые и социальные гарантии. Ну например, восьмичасовой рабочий день, страхование по старости для рабочих и служащих. Была повышена на 10-15% заработная плата, установлены пособия по безработице. Ну кстати, значительная часть вот этого так называемого рабочего и профсоюзного движения не имела совершенно никакого отношения к коммунистам, социал-демократам и прочее. То есть в ряде случаев это были всякие католические партии, движения, которые мы можем условно обозначить как прото-солидаристские. ...ситуация с торговым балансом была выправлена лишь к середине 20-х годов, да и то на короткий промежуток времени. Удивительно, что Рудой указывает на ситуацию с торговым балансом как на критерий. То есть по всей видимости он не очень осознает, что ему пишут там возможные редакторы или там авторы текстов, которые он зачитывает перед камерой. Потому что ну что такое торговый баланс? В конце 20-х годов грянул мировой экономический кризис, который очень больно ударил по испанской экономике, только-только отошедший от послевоенного кризиса. Началось новое массовое закрытие промышленных предприятий, стремительно падала заработная плата рабочих, сократился торговый оборот, росла инфляция. К началу 1931 года в стране насчитывалось около 600 тысяч безработных, лишенных пособий. Сельское хозяйство по-прежнему контролировали крупнейшие землевладельцы. Так, 1444 крупнейших землевладельческих учеников... Да, единственная ситуация, при которой, когда крупный землевладелец контролирует 100% сельского хозяйства в стране, и Рудова эта картина бы устроила, по всей видимости, это ситуация, при которой этим крупнейшим землевладельцам выступает государство. Участка в Испании занимали около 3 миллионов гектаров. То есть, когда это частные крупные землевладельцы, и их несколько, это ужасно. Это очень плохо. Это капитализм, это эксплуатация. Вот. А когда такой крупный землевладелец один, и он называется государство, это намного лучше. Это очень прогрессивно. Особенно в ситуации, когда крестьяне поражаются в правах и прикрепляются к земле. Тогда это вообще, это супер прогрессивно. ...угодий. Столько же, сколько приходилось на 8 миллионов участков беднейших крестьян. Просто сопоставьте эти цифры, чтобы ощутить масштаб неравенства. Народные волнения и забастовки начали потрясать всю страну. Государство оказалось на пороге политического кризиса, а революция стала лишь делом времени. Ведущими... Ну, если у нас в структуре любого общества разные экономические агенты трудятся не одинаково и имеют разные результаты труда на выходе, то я не очень понимаю, почему мы должны рассматривать, значит, саму идею о том, что неравенство — это что-то плохое, как некую аксиому. То есть это просто как бы некий моральный постулат, который мы в основу нашего рассмотрения закладываем, как некую дефолтную истину. То есть, ну, в действительности это ни на чем не основано, ну, кроме самой идеи о том, что неравенство — это плохо. Почему? Потому что, ну, вот мы заложили это в аксиому нашего рассмотрения. Политическими силами в стране стали два лагеря — республиканский и монархический. И если со вторым все более-менее понятно, монархистов представляли владельцы латифундий, крупная буржуазия, реакционная военщина и духовенство, которые выступали за сохранение монархии и дальнейшее наступление на права рабочего класса, то проклассов... Ну, это опять-таки это грубое обобщение, причем достаточно нелепое. Да, значит, по поводу того, что с монархистами все понятно, это там, значит, буржуи, контра, там, и, значит, латифундии. Ну, на самом деле это, конечно, не так, это грубое обобщение, потому что в действительности флагманом всяких именно буржуазных антимонархических революций в большинстве случаев с точки зрения самой же марксистской пропаганды и аксиоматики как раз и выступали представители буржуазии. Вот, так что, которые были недовольны тем, что там какой-нибудь условный монарх или там какие-нибудь феодалы, помещики, они обладают какими-то привилегиями в экономике, структуре экономики того или иного государства. Вот, поэтому, в принципе, Рудому было бы неплохо, ну, не знаю, перечитать какой-нибудь советский учебник истории, где там было бы написано про буржуазные революции. Вообще, что это такое, с чем это едят, как бы, из-за каких причин и предпосылок они возникают. Ну, просто, чтобы в следующий раз чепуху нести. То есть, тут, наверное, бессмысленно апеллировать к каким-то источникам, которые бы не относились к марксистской идеологии, потому что, в любом случае, Рудой ничего из этого читать не будет. Это все, как бы, контрреволюция и буржуазная схоластика. Поэтому апеллировать нужно к самим, в общем-то, марксистским источникам, да, то есть концепции буржуазных революций и идее о том, что говорить о тождестве интересов там монархической буржуазной партии в условиях, там, середины и даже первой половины 20-го века просто нелепо, просто нелепо. Входившие в лагерь республиканцев нужно рассказать поподробнее. Имеется в виду нелепо с точки зрения самого марксиста. То есть нужно заставить марксистов читать хотя бы их собственные книги. То есть, чтобы они читали хоть что-то, нужно заставить их изучать хотя бы свои собственные источники. То есть не нужно не читать каких-то там, значит, антикоммунистов или вообще какие-то внемарксистские источники. Понятно, это все клевета и контрреволюция. Читайте хотя бы, не знаю, хотя бы Маркс Эндельсом, хотя бы советские учебники истории. Их представляли, с одной стороны, рабочие и крестьяне, желавшие демократизации, общественно-политического строя, улучшения услуги. Нет, их не представляли рабочие и крестьяне. Их представляли политические авантюристы, которые утверждали, что они действуют от имени рабочих и крестьян, от их имени и в их интересах. При том, что представители этих партий зачастую, и руководство этих партий, зачастую никакого отношения ни к рабочим, ни к крестьянам не имели. В условии труда, ликвидации пережитков феодализма в деревне и наделения крестьян землей, свержение монархии. Буржуазные партии тоже выступали зачастую за ликвидацию феодальных пережитков. Собственно, в этом и состоит, как бы, это один из аспектов концепции буржуазной революции, так называемых. Кто-нибудь, заставьте Рудова прочитать хотя бы какой-нибудь советский учебник истории, хотя бы школьный. Пожалуйста, я вас очень прошу. Они расценивали как важный этап в развертывании дальнейшей борьбы за демократию. В то же время республиканская мелкая и средняя буржуазия имела куда более умеренные позиции. Однако руководители обеих сторон решили пойти на компромисс, образовав 17 августа в Сан-Себастьяне революционный комитет, призывавший к свержению монархии и установлению республики. Между тем, уже к концу 30-го, начало 31-го года стало понятно, что революционное движение рабочих и крестьян практически полностью вышло из-под контроля революционного комитета. В декабре во многих крупных городах... Ну да, опять-таки, потому что в революционном комитете сидели ни рабочие, ни крестьяне, представители, собственно, партии. Как бы сами люди, которые там сидели, они ни отношения ни к рабочим, ни крестьянам не имели. С другой стороны, так называемый революционный авангард в этот период, который тоже в значительной степени состоял и не из рабочих, и не из крестьян, а из политических авантюристов, он мог действовать по указке, там, значит, Коминтерна того же самого, на его деньги. В городах Басконии, Астурии, Каталонии и других испанских провинций прошли массовые забастовки, митинги и демонстрирования. То есть утверждать, что кто-то из этих политических сил действовал в интересах рабочих и крестьян испанских, это в действительности неверифицируемое утверждение, которое ни на чем не основано, кроме, собственно, левой пропаганды как таковой. Демонстрации под лозунгами «Долой монархию» и «Да здравствует республика». Местами происходили столкновения с полицией и жандармами. 12 декабря под командованием капитанов Фермина Голлана и Гарсия Эрнандеса прошло восстание военного гарнизона Хаки в Арагонской области, провозгласившего республику. Несмотря на то, что буквально на следующий день восстание было подавлено, а руководители были расстреляны, известие о выступлении облетело всю страну. Через три дня в Мадриде выступили военные летчики и прочий люд. На следующий день произошли восстания рабочих, крестьян и примкнувших к ним солдат Валикани и Эльча, которые снова провозгласили республику. Широкое крестьянское движение развернулось в Андалусии, Эстремадуре, Валенсии и других провинциях. Ну, не стоит забывать, что это все региональными сепаратистами было поддержано. И зачастую в авангарде этих революционных процессов выступали в том числе представители мелкой и средней буржуазии. В пинциях Гранада, Кордова и Малага крестьяне разоружали вооруженные отряды помещиков и разделяли помещичью землю. Да, вооруженные отряды помещиков. То есть вот я прям представляю эту картину, знаете, как в фильме про мальчишаки-бальчиша, где с одной стороны идут буржуины такие с винтовками в цилиндрах с моноклями, а с другой стороны эти самые, значит, крестьяне в таких драных, значит, рубашках, в буденовках, и они, значит, буржуев разоружают. Да, именно так это и выглядело. В этих условиях правительство под руководством генерала Дамаса Беренгера было вынуждено уйти в отставку. Ну а новое правительство Хуана Баутисты Ансара объявило о проведении 12 апреля муниципальных выборов, на которых победили республиканцы. Многочисленные демонстрации по всей стране требовали формирования временного правительства и отстранения Альфонса XIII от власти. В итоге правительство Хуана Ансара в полном составе ушло в отставку. Ну а король в ночь на 14 апреля покинул Мадрид Ля какой, посмотрите. Мирукай, ты это видишь? Альфонс XIII. И переехал сначала в Картахену, а затем на борту крейсера «Принц Астурийский» отплыл в Марсель. 14 апреля 1931 года Временное правительство в лице революционного комитета официально провозгласило Испанию республикой. Франциско Франко в это время не вмешивался в политику, публично заявляя о своем нейтралитете. 15 апреля... Ну, Франко это такой солдафон. Военный чисто, а не политик. То есть он, можно сказать, чуть ли не случайно оказался на вершине политического олимпа. С первого года он выступил перед слушателями военной академии в Сарагосе и заявил... Итак, поскольку провозглашена республика и верховная власть находится в руках Временного правительства, мы обязаны соблюдать дисциплину и сплотить свои ряды с тем, чтобы сохранить мир и помочь нации двинуться по верному пути. Однако симпатий новая власть у него нисколько не вызывала, учитывая и то, что академия в Сарагосе была закрыта и 8 месяцев Франко был неудел. 5 февраля 1932 года он был назначен командиром 15-й Галисийской пехотной бригады в Лакарунье. Какая милая тянка у него. В феврале 1933 года министр обороны и будущий президент страны Мануэль Асания и Диас направил его командующим гарнизоном Балиарских островов. 28 июня в Испании прошли парламентские выборы, на которых 83% голосов получили республиканцы, сформировав коалиционное правительство из социалистов, радикальных социалистов и левоцентристов, а также правых республиканцев. Принятое 9 декабря 1931 года Конституция провозглашала Испанию республикой. Конституция гарантировала равенство перед законом, независимо от социального происхождения, веры или политических убеждений. Она провозгласила отделение церкви от государства, свободу вероисповедания, неприкосновенность жилища, свободу печати, собраний и союзов, равный доступ на государственную службу. Главой государства становился президент, достигший 40-летнего возраста и избиравшийся сроком на 6 лет. Несмотря на уверенную победу левых на парламентских выборах, после провозглашения республики немалая часть власти оказалась все же в руках буржуазного блока и либеральных помещиков. Субтитры создавал DimaTorzok